Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Наш канал для тех, кто любит шить классную одежду. В этом видео мы вам покажем, как мы шили вот такую вот симпатичную юбочку из эко-кожи. Идею подсмотрели в одном из дорогих интернет-магазинов. По-моему, это от Виктории Бекхам была юбочка. Естественно, что точно мы повторить не смогли. Это наша интерпретация. В видео мы покажем, как мы ее сконструировали. Конструировали мы ее от угла. И покажем все основные этапы пошива. Приятного просмотра! Для построения юбки от угла нам необходимо снять мерки. Обхват талии. Мы измеряли по резиночке, то есть по самому узкому месту. Обхват бедер. Мы измеряли через выступающие точки ягодиц параллельно полу. Длина юбки измеряется по боку от линии талии до желаемой длины. И высота бедер. Это расстояние от резиночки на талии до наиболее выступающей точки ягодицы. Обхват талии у нас 66, обхват бедер 90, длина юбки 44, высота бедер 17 сантиметров. Начинаем построение с сетки чертежа. Сетку мы будем строить в уменьшенном виде в масштабе 1 к 4 по линейке закройщика, потому что она по размеру получается достаточно большая. А все остальное построение будем показывать уже на чертеже в натуральную величину. Нам нужен угол. Мы проводим горизонтальную линию и вертикальную линию. Их пересечение обозначаем точкой О. Угол в точке О делим биссектрисой пополам. Это вот эта наклонная линия. Все построение у нас будет вестись вот в этом секторе. От точки О по вертикали мы откладываем вниз мерку обхват талии. В нашем случае ОТ у нас равняется 66 сантиметров. Дальше от точки Т вниз мы откладываем мерку высота бедер. И от точки Т вниз мы откладываем мерку длина юбки. Теперь через эти три точки нам нужно построить дуги с центром в точке О. То есть мы должны построить дугу из точки Т, мы должны построить дугу из точки Б и должны построить дугу из точки Д. На большом чертеже, конечно, вы это будете делать с помощью сантиметровой ленты. Расстояние от О до Т у нас 66 сантиметров. Расстояние от О до Б у нас 84 сантиметра. сантиметра и от О до Д 110 сантиметров. Вот мы и будем по линейке откладывать эти расстояния и строить дуги. Метки ставьте так часто, как вам удобно будет потом чертить дуги. Вот, построили. Теперь метки соединяем плавно, чтобы получились сплошные линии. То есть сначала у вас должна получиться вот такая сетка. Все дальнейшие действия будем показывать уже на большом чертеже. Все те же самые действия мы проделали на большом чертеже. Вот у нас центр или точка О. От точки О по вертикали мы отложили расстояние от и обхват талии. От Т до Б высота бедер и от Т до Д длина изделия. Выстроили дуги. Для дальнейшей работы нам потребуется дуга, которую мы построили из точки Б. По эти дуги нам нужно отложить мерку полуобхват бедер. Обхват 90, значит по мерке мы должны отложить 45 сантиметров. Сантиметровую ленту ставим на ребро и как можно точнее по дуге откладываем 45 сантиметров в нашем случае. У вас будет, возможно, другая мерка. Отложили. Отметили. Теперь нам нужно с помощью большой линейки соединить точку О с точкой, давайте ее обозначим как В1. О, В1. Это будет направление заднего шва юбки. Соединяем точку О, В1 и продлеваем эту линию до дуги длины юбки. Это линия заднего шва. Так и подпишем. Задний шов. Теперь нам нужно промерить дугу, которую мы построили из точки Т и сравнить ее с меркой полуобхвата талии. Мерка полуобхвата талии у нас 33 сантиметра. Дуга получается 35 с половиной сантиметров. Полуобхват талии 33 сантиметра. Дуга получается 35 с половиной сантиметров. 35 с половиной минус 33. Излишек в 2 с половиной сантиметра мы должны убрать в боковую выточку. Как нам найти место для построения выточки? Мы берем дугу по бедрам, делим ее пополам. И точно так же из точки О и точку В2, которую мы сейчас построим, мы проведем боковой шов юбки. Здесь у нас дуга 45 сантиметров. Пополам это 22 с половиной. Мы откладываем по дуге 22 с половиной сантиметра. И ставим точку В2. Из точки О, как из центра, через точку В2 мы проводим линию бокового шва. Вот на этой линии бокового шва мы с вами и построим выточку, в которую уберем излишек по талии. Всего 2,5 сантиметра, значит 1,2 сантиметра вправо от бокового шва, 1,2 сантиметра влево от бокового шва. Строим. Вершину выточки немного опускаем за линию бедер. Ориентироваться нужно по расположению выпуклости бедер на фигуре. У нашей модели бедр достаточно низко, но мы не будем прямо до их вершины строить эту выточку. Попустимся на 3-4 сантиметра ниже линии бедер. Окончательно можно будет уточнить на примерке. Возьмем 3 сантиметра и поставим здесь вершину выточки. Далее по линейке вспомогательными линиями соединяем метки на талии. Давайте их обозначим Т1 и Т2. Здесь мы обозначим вершину выточки ВВ. Т1 соединяем с точкой ВВ и Т2 с точкой ВВ. Пока прямыми линиями. Затем нам нужно, соответственно, контуру фигуры сделать эти линии слегка лекальными. Можно это сделать от руки, можно с помощью лекала. И стачивать мы выточку будем не по прямым линиям, а вот по этим лекальным. Я прорисую поярче. С этой стороны и с этой стороны. И последнее, что мы должны сделать, это проконтролировать. Сумма этого отрезка плюс этого отрезка у нас должно равняться полуобхвату талии. Проверяем. Ставим сантиметровую ленту на ребро и измеряем. Здесь у нас 16,5. Переставляем через выточку и домеряем до заднего шва юбки. Да, все в порядке. Здесь у нас получилось в сумме 33 сантиметра. База юбки готова. Теперь ее переснимаем на кальку и делаем дальнейшее моделирование. Продолжение следует... с этой колечкой с переснятой юбочкой мы будем работать дальше будем делать моделирование полученный чертеж по линии бокового шва мы перегибаем пополам и будем моделировать волан для этого измеряем сантиметровой лентой длину вот этого нижнего среза делим его на три части у нас здесь получилось 30 сантиметров одна треть это 10 сантиметров одну треть мы откладываем от середины переда там где у нас стоят буквы это середина переда вот мы отложили и на верхний слой который у нас представляет себя переднее полотнище и на нижнем слое это заднее полотнище вот мы отложили 10 сантиметров по боковому шву мы можем отложить от 25 до 30 сантиметров в зависимости от высоты волана которую вы хотите построить лучше всего после того как вы отмерили проверить все-таки по фигуре как это выглядит ну вот я отложил 27 сантиметров и теперь нам нужно начертить плавную дугу соединяя метку по низу и метку по боку форма этой дуги может быть более выпуклая более плоская здесь уже как вам нравится вот приблизительно такая дуга должна получиться теперь нам нужно ее в точности скопировать на заднее полотнище для этого давайте по той карандашной линии которая нравится больше всего начертим начертим эту дугу поярче фломастером для того чтобы ее было видно с другой стороны начертим теперь вот так переворачиваем она просвечивается через кальку и точно так же переносим ее на другую сторону просто если вы будете рисовать от руки они копировать у вас одинаково не получится а нам нужно чтобы этот валан одинаково выглядел и на переднем полотнище и на заднем полотнище прорисовали карандашиком вспомогательную линию и также поярче прорисовали фломастером ну в общем-то я фломастером рисую для того чтобы вам было на камеру видно дальше мы разворачиваем полотнище и нам нужно сопряжение вот здесь вот в области бокового шва выправить для этого мы можем либо вот немного более плоскую вершину сделать либо просто вот здесь вот сгладить линии для того чтобы получился подрез такой плавной дугообразной формы вот такой подрезик мы построили теперь мы его отсюда вырезаем и будем разводить его с помощью веерной драпировки формируя валан вот что получилось это основная деталь юбки это отрезанная деталь валана основной деталью пока мы откладываем на валане нам нужно нанести несколько линий разрезов и расширить его первая линия разреза у нас будет по боковому шву эти линии могут проходить абсолютно по-разному всю разметку детали для валана удобнее производить когда он свернут вдвое тогда у вас часть валана с переднего полотнища часть валана заднего полотнища получится одинаковыми от бокового шва мы отступаем 3 сантиметра и 3 сантиметра потом приблизительно посередине оставшиеся другие ставим еще меточку и чертим линии разрезов к нижнему срезу переносим их точно также на другую сторону по поставленным меткам и теперь нам нужно валан разрезать и придать ему дополнительный объем детальки на всякий случай подпишем подпишем что это у нас переднее полотнище это заднее полотнище для того чтобы если вдруг оторвется мы ее не потеряли и теперь по вот этим линиям мы разрезаем от низа изделия вверху не дорезаем 2-3 миллиметра для того чтобы детали у нас не рассыпались теперь проводим на листе вертикальную линию относительно которой мы будем раскладывать нашу деталь теперь нашу разрезанную деталь относительно вертикальной линии нам нужно развести чтобы увеличить ее объем для этого мы берем скотч фиксируем раздвигать будем немного по сантиметру полтора вот мы раздвинули относительно вертикали один сантиметр вправо один сантиметр влево рефиксировали теперь следующие полосочки расстояние на которые вы раздвигаете может быть различным но оно должно быть одинаково для соответствующих кусочков справа и слева здесь у нас получилось 1,2 значит и здесь должно быть 1,2 подклеили и таким образом мы с вами фиксируем все наши кусочки раздвигаем и последние кусочки раздвигаем проверяем расстояние и подклеиваем у нас получилась новая деталь волана почему мы резали неравномерно здесь у нас по три сантиметра здесь более широкие участки мы хотим чтобы больше объем получился именно в области бокового шва у этого волана и меньше к детали переда и к детали спинки теперь нам нужно соединить плавной линией нижний срез верхний срез у нас не изменился он соответствует той части юбки от которой мы его отрезали значит рисуем себе новый контур волана теперь деталь которую мы использовали мы можем снять и убрать восстановить только те места где она подклеена у нас была а новую деталь волана мы с вами вырезаем и по ней уже можно краить для наглядности после моделирования мы собрали макет для этого закололи вытачку приклеили смоделированный волан обратно от того места от которого его отрезали и вот такая у нас получится юбочка ну что же теперь краи макет сняли с манекена и разрезали на детали которые мы будем уже раскладывать на ткани это наш волан который мы смоделировали сами понимаете что степень клешения волана мы можем выбирать по своему вкусу она может быть больше меньше здесь уже интересно экспериментировать дальше подписали середина переда сгиб середина спинки шов разрезали по боковому шву и вырезали вытачку и по этим деталям мы будем краить юбку это это